Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в моей рубрике «Век живи, век учись» я хочу рассказать о группе витаминов. Это витамин К1, К2 и Д3. Я решил сделать данное видео по причине недопонимания важности этих витаминов среди людей. Данная информация жизненно необходима. Обязательно послушайте данное видео до конца. А что вы узнаете из данного видео? Вы узнаете про их связь между собой, про функции в организме, про необходимые дозировки, про то, к чему может привести их дефицит в организме. Но в этой связи я еще и расскажу о Д3 и детях, о Д3 и вирусах, ну и про укрепление здоровья и защиту от старения организма. Вначале будет про К1 и К2, а потом про Д3. Витамин К1 отвечает за коагуляцию белков, за свертывание крови, то есть он участвует в остановке кровотечений. Также он отвечает за формирование костей, да-да, не только витамин Д3. Кстати, он используется в организме повторно, многократно, то есть существует некая редциркуляция витамина К1 в организме, но он тем не менее нужен извне. Много его содержится в зелени, различной листовой зелени и прочей. Особенно много его в шпинате и в брокколи, и конечно же особенно много в проростках брокколи. Первыми признаками его недостатка являются кровотечение из носа, если поковыряться в носу, ну и из десен, если чистить зубы, при этом вы видите кровь. Чтобы не было его недостатка, ешьте больше зелени. А вот с витамином К2 не все так просто. Его недостаток наблюдается у большинства людей. Что же он делает, для чего нужен витамин К2? Во-первых, он связывает кальций в костях. Он транспортирует кальций из тканей, мягких тканей, в кость. Вторая его важнейшая функция. Он участвует в метаболизме в митохондриях, то есть участвует в энергообмене, в синтезе АТФ. Простыми словами, он помогает превращать еду в энергию. Таким образом, его достаток или дополнительный прием в виде БАДов поможет увеличить выносливость организма. Существует несколько форм, состояний витамина К2. Покупая добавки, обязательно смотрите на этикетку, чтобы там было написано МК7. Только в такой форме его покупайте. Это органическая, натуральная форма витамина К2, не синтетическая, что крайне важно. В каких же продуктах питания есть витамин К2? Ну, во-первых, конечно, да, в животных продуктах, особенно там в мясе, на травяном. Только травяном, не зерновом, от корме. Есть он в куриных яйцах, а точнее в желтках куриных яиц, и поэтому это все-таки выход из положения. И, кстати, между прочим, для веганов, этических тоже, потому что если яйца получены от кур, которые не спаривались с петухами, то есть они не оплодотворенные в этическом плане, вы жизнь не убиваете, а цикл идет в любом случае вне зависимости от спаривания с петухами у кур. Поэтому яйца образуются и выходят в любом случае. И это вариант. Кстати, посмотрите мое видео про яйца, будете знать эти нюансы. Но если эти варианты через пищу получения К2 для вас неприемлемы, то в виде капсул, порошка можно принимать. Но дефицит витамина К2, как и, впрочем, многих других витаминов, будет всегда, если вы принимаете антибиотики, статины, антоциды. Если у вас есть такие проблемы с ЖКТ, как дивертикулит или болезнь крона, неспецифический язвенный колит и прочее, то у вас будет дефицит витамина К2, и потому для вас необходим дополнительный прием в виде капсул, в виде БАДов. И еще самое главное, почему я решил записать данное видео. Есть прямая и очень важная связь между витаминами Д3 и К2. Если у вас витамин Д3 в достатке, а К2 в дефиците, то кальций в излишних количествах будет накапливаться в мягких тканях. Это будет приводить к многим проблемам. Например, к атеросклерозу, если есть проблемы с печенью. Например, могут образовываться камни в почках. Ну и многие другие проблемы наличия излишнего количества кальция в мягких тканях. Итак, дорогие друзья, именно благодаря витамину К2 кальций усваивается в костях. Вы же, полагаю, думали, что именно благодаря витамину Д3? Нет, это лишь отчасти так, и сейчас я подробнее освещу эту очень важную тему. Завершая вопрос витамина К2, скажу следующее. Витамин К2 – это и профилактика разрушения костей. Это и профилактика отложения кальция в суставах и в бляшках. Это особая необходимость при беременностях, при заболеваниях суставов, артритах, артрозах, при атеросклерозе. Особая необходимость после менопауз у женщин для профилактики остеопороза. А также всем людям для предотвращения любых возможных воспалений в организме. Обязательно после завершения просмотра данного видео посмотрите вот это моё полное видео про витамины группы К. Ну а теперь переходим к витамину Д3. Витамин Д3 – это самый важный жирорастворимый витамин. Кстати, витамины группы К тоже жирорастворимые. Значит, для их усвоения и функционирования необходимы жиры. Витамин Д3 – это прекурсор гормона кортизола, гормона стресса. Витамин Д3 – это по сути тоже гормон. Дефицит его в наши дни у 70-80% населения. Обычная рекомендация его приема – 400-800 международных единиц в сутки. Но это, дорогие товарищи, только для предотвращения рахита. Для обеспечения других нужд, потребностей организма это крайне недостаточно. Для поддержания нормального здоровья применяются другие дозировки. Я сейчас расскажу, какие. Первые и яркие признаки дефицита витамина Д3 – это хондропатия, усталость, депрессия и боли в спине. Где же и в каких количествах содержится витамин Д3? На 100 грамм продукта, например, в устрицах – до 600 международных единиц. В сардинах – до 170 международных единиц. В одной столовой ложке рыбьего жира из печени трески – 1350 ме. И, конечно же, вы помните, что в советское время детей так и поили противным для них рыбьим жиром. Но в этом была хоть какая-то логика, хотя в советское время дети находились на улице во много раз больше, чем современные дети, которые тыкаются в планшеты и компьютеры и телефоны. А солнце – главный фактор естественного синтеза организмом витамина Д3. Кстати, в печени коров всего 30 ме, а в яйцах, ну, в желтках – 40. И это, помните, на 100 грамм продукта. Кстати, в грибах тоже содержится витамин Д3, но в основном его другая форма – провитамин Д3. В сморчках, в лисичках содержится витамина Д столько же, сколько в желтках куриных яиц. Но ни в строчках не путайте. Кстати, у меня в хозяйстве во дворе буквально на днях 17 октября выросли строчки. Только представьте себе, ведь строчки – это редкие грибы, и они вырастают всегда в апреле и в начале мая. Но никогда осенью. Это строчок-вид гигантский. Ещё раз, сегодня 17 октября. Вы представляете, что это такое? Это просто чудо. Сейчас я вам покажу его вот таким ещё образом. Опята, которые естественным образом вырастают на вот этой щепе. Они вот вырастают, опята, огромного размера потому, что почва плодородная, как раз слой щепы, там, до 20 сантиметров. И легче мицелием грибов разрастись просто. Впрочем, об этом будет отдельное моё маленькое видео. Если вы захотите смотреть видео с моего хозяйства, то подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Ну, а я продолжаю дальше про витамин D3. От солнца можно получить тысячу международных единиц за 10 минут пребывания на солнце, летом раздевшись, скажем, по пояс. Но это при условии, что вы молод и, по крайней мере, вам до 50 лет. С возрастом для получения того же количества витамина D, как в молодости, вам необходимо пребывание на солнце до 3-4-5 раз дольше. Если у кого-то тёмная кожа, то пребывание на солнце тоже необходимо в 3-4-5 раз дольше. Если ваша печень больна, ожиревшая, то витамины D3 у вас будет дефицит. На юге, особенно ближе к экватору, вы будете получать больше витамина D3 через солнце, нежели на севере. Многие лекарства мешают усвоению витамина D3, особенно статины. Почему? Они просто блокируют холестерин, и тогда не может синтезироваться необходимый витамин D3. После завершения просмотра данного видео обязательно посмотрите моё полное видео про витамины группы D. Кстати, стрессы снижают уровень усвоения синтеза витамина D3 в организме. Дефицит витамина D3 – это проблема с зубами, с костями. Это неврологические проблемы, проблемы с иммунитетом. Это низкое сопротивление инфекции, особенно зимой. Кстати, почему зимой в основном вирусные и прочие заболевания берут верх над организмом человека? Именно по причине дефицита витамина D3 и К2 в первую очередь. А поскольку любой человек недополучает витамин D3 из пищи, то зимой с закрытым тем более телом, по понятным причинам, он от солнца его просто не может добрать. Ну, конечно, если в ясные погожие дни человек не получает солнечные ванны, открыв настежь окно в своём доме либо квартире, и не оголяет свой торс, подставляя то, что называется, грудь, то спину солнечным лучам. При беременности и кормлении грудью жизненно необходимо принимать витамин D3 дополнительно, потому что весь витамин D3 уйдёт через молоко ребёнку, и, естественно, так природой предусмотрено, а мать останется с дефицитными состояниями, а потом будут проблемы, могут быть проблемы с костями и не только. И вы, конечно же, спросите, какое количество витамина D3 надо принимать, чтобы не только проблем с рахитом не было, но и вообще со здоровьем уменьшить возможные проблемы. В среднем это 10 тысяч международных единиц в сутки. Более того, быстро витамин D3 в организме не пополнится, на это нужно до полугода, в зависимости от прошлого вашего дефицитного состояния. Советую довести витамин D3 до верхней границы нормы. Это сделать быстро не получится, как я уже сказал. Если у вас вирусные заболевания, ослаблен иммунитет, болеете, то до 20 тысяч международных единиц в сутки принимайте витамин D3 смело. Передозировки быть не может. Установлено, что даже дозы в 200 тысяч международных единиц не вызывали проблемы при применении менее месяца подряд. Но излишнее количество витамина D3 не нужно. Лучше он от этого не усвоится. Итак, 10-20 тысяч международных единиц в сутки. Выпускается витамин D3 многими компаниями в виде капсул, порошка, также в виде комплекса кальций-магний D3. Но если у вас излишнее количество кальция в организме, то принимайте чистый витамин D3, а принимать с кальцием не нужно. Но магний необходим для правильного усвоения витамина D3. Поэтому принимайте магний. Но магний есть во всей зелени. Ешьте больше. Листовой зелени, салатов, укроп, петрушка, сельдерель, любисток, вот это всё ваше. Много магния, кстати, как и витаминов группы В, в спирулине, в хлорелле. Эти супердобавки, природные, натуральные, обязательно принимайте, вводите в свой рацион питания. Ещё раз хочу подчеркнуть, чтобы кальций не откладывался на стенках сосудов, в почках, в суставах, обязательно вместе с витамином D3 принимайте витамин К2. Есть даже такой комплекс витамин D3, К2. Также для этой цели обязательно пейте много воды, а лучше всего водородной воды, активной воды. Посмотрите вот эти два моих видео про воду, про физико-химические свойства воды и про водородный генератор Аквапен. Если у вас есть серьёзные проблемы в организме, если есть аутоиммунные заболевания, то я советую помимо витамина D3 и К2 принимать ещё магний, кальций, если он не в избытке, конечно, цинк, витамин В6 и вообще всю группу витаминов В. Ещё раз, спирулина, хлорелла обеспечат вас витаминами группы В. Про В12 обязательно посмотрите вот это моё хотя бы коротенькое видео. Мешают усвоению витамина D3, конечно же, аутоиммунные заболевания, болезни ЖКТ, особенно кишечника, возрастные негативные изменения, больная печень. Если у вас много подкожного жира, большой живот, бока, то тогда ухудшается усвоение витамина D3. Обязательно посмотрите вот эти два мои видео, как определить, что печень больна и как убрать живот, жир, бока. Уменьшает синтез и усвоение D3, безусловно, малое пребывание на солнце. Это закрытое тело с пребыванием на солнце. Это, безусловно, ваша широта проживания, то есть угол падения солнечных лучей. Максимальный КПД усвоение ближе к экватору, безусловно. Также мешают усвоению витамина D3 гипертонии, правильно говоря, артериальная гипертензия, и болезни сердечно-сосудистой системы. И тогда, разумеется, нужно больше витамина D3. Отдельно и особенно хочу подчеркнуть влияние развития вирусов в организме, различных вирусов, на усвоение витамина D3. И связь тут тоже прямая. Дело вот в чем. Многие вирусы, реновирусы, коронавирусы, кстати, блокируют рецепторы усвоения витамина D3, потому что он им мешает в борьбе с ними, потому что он активирует лейкоциты, а лейкоциты, это, что называется, главные солдаты иммунной системы в борьбе, в уничтожении, в том числе, вирусов. Поэтому при хронических инфекциях, при вирусах в легких, при различных коронавирусах необходимо принимать дополнительное количество витамина D, и дозировка D3 здесь разумно 20 тысяч МЕ в сутки. Редко, но у некоторых людей бывают генетические проблемы с усвоением витамина D3. Отдельно пару слов про коронавирус, ну, COVID-19. При прошлых эпидемиях, прошлых коронавирусах, кстати, применяли витамин D3 и цинк, это известно, для укрепления иммунитета, для как раз мобилизации лейкоцитов в борьбе с вирусами. Актуальна эта схема. И в наши дни, при нынешнем коронавирусе, так как он поражает легкие, а известно, что дефицит витамина D3 повышает острый респиратурный дистресс-синдром. Витамин D3 подавляет воспаление. Получить его из пищи в наши дни трудно. На природе, на земле, сейчас мало кто живет и трудится на поле, под солнцем. Поэтому его добавки в виде БАДов для горожан в наши дни просто необходимы. Да, небольшое объявление, особенно для моих старых зрителей. Мы больше не участвуем в ярмарках, поэтому наши продукты и наши товары можно приобрести только на нашем сайте надгард.ру. Ну, а также на нашем основном сайте надгард.ру указано, где еще и каким образом можно приобрести наши продукты и товары. Ну, а на территории Украины есть лавка Фролова в Киеве. Как, каким образом в другие страны мы осуществляем отправки, смотрите на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Итак, дорогие товарищи, идеальное противовирусное средство в плане применения некоторых витаминов и минералов это вот что. Это витамин Д3, витамин К2, цинк, селен, витамин А. И в завершении пару слов витамин Д3 и дети. Уважаемые родители, какая самая большая проблема сейчас для детей в плане витамина Д3? Это отсутствие солнца, они не гуляют на улице, как правило, в массе своей. Компьютеры тыкаются в планшеты, телефоны, телевизоры. И вы в этом виноваты в первую очередь. Вспомните советское детство, да дети гуляли в основном. Да еще 20 лет назад это массовый характер не носило, поскольку не было смартфонов, тыкалок. И тут масса проблем и гиподинамии, и болезни ЖКТ, ожирение, инсулин, потому что едят и тем более много сладкого, а это инсулинорезистентность. Дефицит витамина Д3 и К2 усугубляют эти проблемы. Современная низкожировая диета тоже добавляют каплю масла в огонь этой проблемы. Напоминаю, эти витамины жирорастворимые, для них необходимы жиры. Ну, естественно, это могут быть авокадо и масла различные, безусловно. Еще раз, для витамина Д3 нужны еще и магний, а это зелень, листовая зелень различная, салаты, ешьте их больше. И обязательно, пусть ваши дети их едят как можно больше. Астмы, аллергии усугубляются и возникают как раз в том числе по причине дефицита витамина Д3. При неестественном питании у детей уже возникает ожиревшая печень. И это приводит к дефициту витамина Д3 и ко всем последствиям с этим связанным. И, кстати, желчь наша, которая выделяет, синтезирует печень, как раз необходима для нормального усвоения витамина Д3. А у кого печень ожиревшая, слабая, у того, соответственно, этот процесс идет хуже. Берегите свою печень, обязательно посмотрите мое большое видео про печень. Ну, на этом на сегодня все. Все важные, главные взаимосвязи я пояснил. Надеюсь, данное видео для вас было крайне важным. Поэтому поддержите мой канал, ставьте лайк тогда в этом случае обязательно. Ну, и подпишитесь, кто этого еще не сделал на мой канал, а рядом нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео и смотреть их. Желаю всем хорошим, честно, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну, и на этом все. Увидимся в следующей передаче. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok